Имя для вот этого малыша, выбирающегося за океаном, в зоопарке Филадельфии родилась новая обезьянка. Администрация Зверинца решила спросить у интернет-пользователей, а как бы вы назвали этого детеныша? Наибольшую популярность набрало имя Харамбе. Именно так, я напомню, звали погибшую в зоопарке Цинценате. Обезьяну трагедия случилась в мае этого года. 17-летнюю гориллу застрелили из-за того, что в вольер к животному упал маленький темнокожий ребенок. Вначале Харамбе помог малышу вроде как подняться, а затем начал таскать по углам загона. Интернет-пользователи посчитали поведение гориллы заботой о детеныши, но вот администрация зоопарка решила совсем иначе. И спасла мальчика от смертельной опасности. Якобы смертельной, как считают многие. По-своему, Харамбе убили из огнестрельного оружия. От транквилизаторов решили отказаться. Было непонятно, как горилла на них отреагирует. За последние три месяца история с Харамбе получила невероятную популярность в интернете. Многие пользователи стали делать вот такие вот мемы, представлять обезьяну как героя, отправляя ее то в рай, на небеса, то ставя в один ряд с американскими президентами. Конечно, очень многие решили нажиться на этом образе, ведь популярность действительно необычайна. И решили выпускать различные майки, кружки и сделали целые бренды с уникальными шрифтами, которые опять же посвящены обезьяне Харамбе. Итак, мы продолжаем смотреть с вами различные мемы. Как видите, в данном конкретном случае обезьяну ставят в один ряд с усопшими, в том числе известными популярными певцами, музыкантами, спортсменами. Здесь и Тупак Шакур, и Мухаммед Али, и Майкл Джексон, которому недавно исполнилось бы 57 лет, и недавно почивший музыкант Принц. Ну а здесь вообще, по сути, чуть ли не попадание под статью, недавно опять же утвержденную в России, оскорбление чувств верующей за океаном. Обезьяну решили распять на кресте и таким образом поставить уже на невероятно высокий уровень в один ряд обезьяна Харамбе и Иисус Христос. Ну и вот как раз история про то, что я уже вам рассказал. Очень многие решили нажиться на этом образе. В интернет-магазинах появились различные майки. Вот здесь перефразирована история с Обамой. Хоуп, надежда в обезьяну, дед, смерть. Вот кружка для тех людей, которые обычно занимаются спортом. Ну а здесь такие вот шоты для употребления, видимо, алкогольных напитков, опять же, с изображением с логотипом обезьяны.